Мне нравится слушать музыку, ведь это приятно и вообще это отличный способ скоротать время. На протяжении семестра мы занимались разработкой музыкального сервиса VirusMusic, позволяющего прослушивать музыку, не скачивая ее на устройство. Вы можете заценить наш проект, пройдя по QR-коду или по ссылке. Позвольте представиться нам самим. Как же я люблю ноу-холоморфизм. Вот они все слева направо. Рита, Дима, Натали и Никита. Вместе мы команда известных персонажей Силу-9. Мы, будучи модными и молодежными, сами частенько взаимодействуем с музыкальными сервисами. Мы выбрали тему проекта в первую очередь потому, что нам это близко и интересно. Помимо этого, каждому из нас было любопытно поработать с аудиоконтентом на уровне кода. Перед началом работы над проектом мы хорошенько изучили список продуктовых требований, устроили мозговой шторм и наметили план действий. Конечно, продукт претерпел изменения, но в целом мы до самого конца придерживались эффекта развития, который задали себе в начале разработки. Давайте посмотрим, что у нас в результате получилось. Представим, что на просторах интернета вы обнаружили новый музыкальный сервис с многообещающим названием Virus Music. На главной странице вас встречает подборка треков дня, а также краткий список исполнителей, с треками которых вы можете ознакомиться. На любимых исполнителей вы можете подписаться, чтобы не пропускать новые релизы, а понравившиеся альбомы и треки можно лайкать, чтобы увидеть их потом в профиле. Также для более удобного взаимодействия с музыкальной базой можно воспользоваться поиском, который происходит одновременно по альбомам, артистам и трекам. Также вы можете систематизировать аудиотеку, создавая плейлисты и добавляя туда треки. В профиле вы можете просмотреть и прослушать все ваши любимые треки, посмотреть лайкнутые альбомы, артистов, на чьи обновления вы подписались, а также управлять своими плейлистами. По умолчанию все плейлисты приватные, никто кроме вас не может получить к ним доступ. Но вы можете поделиться плейлистом и сделать плейлист публичным, скинув ссылку на него друзьям ВКонтакте, например. Функциональность — это, конечно, клево, но, честно говоря, это все выглядит скучно. Хочется чего-то необычного и яркого. Можно LSD-шный дизайн, пожалуйста? В результате UX-тестирования мы обнаружили, что наша целевая аудитория очень любит, когда присутствует возможность кастомизировать сервис, поэтому на VirusMusic каждый может найти тему себе по душе. Кстати говоря, о целевой аудитории. Не секрет, что в ритмах современной жизни людям хотелось бы наслаждаться любимой музыкой не только с десктопов, но и с мобильных устройств. Мы и сами большую часть времени прослушиваем музыку только с мобилок, так что дизайн нашего сервиса шикарно адаптируется под устройства с разной диагональю. Теперь поговорим о наших любимых фичах, которые есть в проекте. Мне, например, очень нравится внешний вид плеера. Он обладает широкой функциональностью, классно выкатывается, но, что самое главное, очень удобно с ним работать. Мало кто знает, но у нас есть поддомен LCD, на который мы в первую очередь выкладываем киллер-фичи и то, что может удивить любого посетителя. Моя любимая фишка — это поиск с предпосмотром результатов. Дизайн просто волшебный, не зря я его сам делал. Мне нравится, что на настройках вы можете выбрать для себя язык. Ну, TypeScript или JavaScript. Однако у всего хорошего есть обратная сторона. И, само собой, во время разработки мы столкнулись с рядом проблемами. Все мы люди, и у каждого из нас есть свое мнение. И не всегда эти мнения совпадают как у бэкендеров, так и у фронтендеров. Мы старались не забывать, что мы одна команда, и всегда искали компромисс, что нам неплохо удалось. К сожалению, наш свагер мы писали в Internet Explorer, поэтому он завис на этапе второго РК. Мы сменили два шипланизатора и два процессора CSS в поисках подходящего варианта. Когда-то давно, перед первым РК, мы решили внедрить в проект MVC. Но тогда мы еще не знали, что такое MVC. Стоит ли говорить, сколько ночей было проведено без сна благодаря этому решению? Ну, а несмотря на все трудности, мы достигли многого из того, что хотели. Какие же перспективы есть у Virus Music после сегодняшней защиты? В первую очередь, проекту предстоит собрать вещички и переехать с уютного сервера Дины Драфиева на другой. Музыкальный сервис не может стать полезным без обширной музыкальной коллекции, поэтому одна из основных наших задач — это наполнить музыкальную базу. Нам бы хотелось собирать статистику о прослушиваниях и разработать систему рекомендаций на основе предпочтения пользователей, чтобы каждый мог для себя открывать новую музыку и искать новых артистов. Ну, на этом наша презентация подходит к концу, как и семестр. Пользуясь случаем, хотим поблагодарить наших менторов Вовочку и Пашечку за молниеносные и ночные ревью, а также волшебный преподавательский состав за то, что они просто супер-пупер. А также благодарим вас, уважаемые слушатели, за внимание. Спасибо за проект. Очень круто получилось, как мне кажется. Преподаватели, есть ли у вас вопросы? Конечно же, есть. А расскажите, что самое больное было у вас во время семестр? Что вызвало самые большие трудности и как вы их решили? Я догадываюсь, какой будет ответ, поэтому мне очень интересно. Обязательно было решать эту трудность просто интересно. Можно назвать трудность, которую, наверное, мы смогли решить только на некоторых браузерах, а именно стриминг. Но из тех, что мы смогли решить, их настолько много, что сейчас даже и не вспомнить. Часть из них была перечислена в презентации. Да, наверное, большая проблема была то, что у всех разное видение внешнего вида функциональности и того, что должно находиться, а что не должно находиться в определенных разделах. Ну, а самое главное — это правильно распределить время. Деливери или юскейс? И как вы добились того, что вы все-таки добили до какой-то финальной точки проекта? Как вы распределяли время? Как решали, что делать и что нет? Ну, решение было простое. Мы просто оставили учебу основную в покое и занимались фронтендом и бэкэндом. Правильно расставили приоритеты. А у меня теперь вопрос есть в ответ. Вы назвали вещи, которые вы смогли решить, а что вы не смогли решить? Ну, не смогли решить, чтобы стриминг работал везде и во всем. Потому что для этого нам нужна для хорошей реализации сторонней библиотеки, что по курсу фронтенда не подходит. Почему вы не написали свою библиотеку? Там сложно. Потому что мы стриминг начали думать неделю-две назад. И решили внедрять больше функциональность в сайте, чем, нежели вот такую техническую особенность. Вообще, строго говоря, стриминг у нас получился. У нас не получилась немножко другая деталь. Мы можем стримить, мы не можем это аккуратно сшивать, чтобы не было паузы в звуке, потому что там просто маленький провал, и он очень ощутим. А так, типа, стриминг, передача по кускам получилась.